Итак, дорогие друзья, всем доброе утро! Доброе, добрейшее, прекраснейшее утро, которое мы, как всегда, начинаем с высшей мудрости, которая есть в мире. Это Тора, это Мишли, притчи царя Соломона. И мы продолжаем изучать неуклонно и неостановочно в Фейсбуке, в Инстаграме и в Ютубе есть уроки, есть сайт. Обязательно заходите на сайт, на сайт Ваикра, ваикра.ком. Там есть тоже все уроки, и там удобно сейчас стало, мы очень его обновляем. И обязательно подпишитесь на урок в Телеграме. Телеграм-канал есть, тоже называется Платформа Ваикра. Телеграм-канал, и обязательно на него тоже подпишитесь, чтобы получать, даже если вы пропустили урок, чтобы вы могли его получить в свой мессенджер. Можно в WhatsApp подписаться, а можно подписаться в Телеграм. Вот, дорогие друзья, всем привет, всем доброе утро! Так как большинство смотрит нас в записи, мы долго не будем здороваться, а сразу переходим к изучению Торы. Значит, сказал в 23 главе, мы закончили на том, что в 13-14 отрывке царь Соломон нас призывал наказывать юношей и бить их палкой, чтобы спасти их душу. Потому что сами они в юношеском возрасте, они так на иврите, вот слова передаются очень четко. Наар, наар, это тот, кто еще неустойчивый, у него психика неустойчивая. И у наара, у него очень сильно, у подростка, у него очень сильно энергетика сильная, гормоны, он развивается, у него прет его энергия. А система мировоззрения у него расшатанная, такая расшатанная, он хочет там рвется, что-то доказывает и так далее. И царь Соломон нам советовал его бить, конечно, чтобы спасти его душу от ада, от преисподней, чтобы он не погиб. Вообще Тора в этом вопросе очень, как бы, выглядит очень жестко, но тут очень такой есть нюанс. Есть глава такая, значит, тита цели мелхома, когда выйдешь ты на войну, и дальше там есть в этой главе, в ней, как бы, прошито взаимоотношения семейные и воспитание. И там написано, что если будет у тебя Бен Сорер Веморе, если у тебя будет сын, который восстает против родителей, который обжорой, пьяница, и он ворует деньги у родителей, покупает на них сразу некошерное мясо, вино, еще ему 12,5 лет. Написано, что родители должны его привезти к мудрецам в городе, совет мудрецов в суд, и этот суд его присуждают к смертной казни. Все, прям в Торе так написано, что его нужно, нужно его убить, чтобы другим неповадно было. В Талмуде, когда разбирается этот закон, мудрецы говорят, что, ну, там же столько, столько, если, 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 если вот этих всех условий, да, при которых можно его казнить, что такого никогда не было. За всю историю такого никогда, никогда не было. А зачем тогда это написано? Написано это, чтобы мы читали и понимали, что природа человека, если ее отпустить на самотек, да, то, как нас учили мудрецы-пертиавод, что если бы не было страха перед Малхутом, перед царством, если бы не было страха перед царством, перед наказанием, Ишит Регу Хаим Балау, что человек ближнего бы своего глотал бы, глотал бы живьем. Что мы видели это совсем недавно, когда была война, 70 лет назад, во что превращались люди. Мы видим это сейчас, когда вдруг прямо, вот прямо на ровном месте, да, начинается война, и все давай идти воевать, убивать. Вместо того, чтобы все люди пришли и сказали, да, своим государствам, даже можно на это влиять в своих государствах, что войну надо остановить, то есть никакая война не стоит того, за что воюют. За что воюют? За кусок земли. Кто умирает? Люди. Этот кусок земли, люди-то, посмотрите, Европа вся объединяется, Европа объединяется, Франция, там все страны, границ нету. Все люди ездят, никто ничего не боится. То есть, когда есть законы, когда есть такая честная, правильная государственная власть, тогда границы-то не нужны. Но, значит, еще раз давайте вернемся к теме личной, да, не глобальной, а личной. Значит, мы вчера изучили 13-14 отрывок, что юношу надо бить палкой, и этим ты его спасешь. И действительно, что его вот эта вот животная натура, она может подчиниться только через страх. Теперь дальше, 15-й отрывок. Для чего все это? Говорит царь Соломон в 15-м отрывке, говорит следующую вещь. Бни им хахам ли беха и смах ли би гамани. Он говорит, сынок, после этого, сынок, если будет хахам ли беха, если станет мудрым твое сердце, то есть, если ты сможешь управлять собой с помощью божественной мудрости, то есть, смысл-то не просто его бить, наказывать, смысл-то его приучить к тому поведению, которое сделает счастливым его и сделает мир вокруг него счастливым. Имеется в виду не бить, вот задают вопрос напрямую, что бить, не бить. Имеется в виду, что нужно установить четкие, жесткие правила, по которым он должен воспитываться. Тогда он с помощью этих жестких извне правил, он воспитается правильно. И когда он воспитается правильно, то есть, когда он выйдет на прямую дорогу, 15-м отрывок, вот сегодня мы учим, бни им хахам ли беха. Если смысл воспитания в чем? Вот любое воспитание, его смысл в том, что перевести потом человека на внутренний привод. Мама говорит дочке, дочка, надо убирать, надо застилать кровать, надо класть вещи на место, надо, надо. Если не будешь класть, будешь нерябко, а если будешь класть, будешь аккуратная девочка, все будет хорошо. Она не кладет вещи на место, мама ее наказала, там, например, покричала на нее, все, она испугалась. и она запомнила надо класть деньги на место смысл воспитания в чем заключается чтобы уже не мама я говорила надо класть вещи на место а чтобы дочка сама себе говорила так надо класть вещи на место не хочется но надо это вот вот этот момент когда человек может себе сказать хочется тебе не хочется тебе можешь ты не можешь ты ты должен делать правильные вещи и ты будешь делать правильные вещи вот этот вот момент называется мудрое сердце которое управляется правильными схемами которые родители должны вложить своих детей и тогда пятнадцатого отрыва говорит сам царь салмон дни им ха хам лебеха если стало мудрым твое сердце то есть если ты свое животное сердце это как внутренняя автоматическое животное если ты начал им управлять через мудрость через мудрость им ха хам лебеха говорит царь салмон и смах леби гам они тогда будет радоваться и мое сердце родители они уже где-то после 40 50 а в то время не знаю как в то время вообще родители очень радуются когда у их детей все хорошо для родителей это самое большое счастье что вот у меня дети они они живут хорошей правильной жизнью для родителей это очень-очень важно теперь но в какой момент может радоваться отец в момент когда сын сам управляет своей жизнью по правильным законам вот 15 отрывок царь салмоном это выразил дни сынок он говорит им ха хам лебеха если мудрое твое сердце и смах леби гам они тогда будет радоваться и мое сердце есть вот это вот связь такая связь как сообщающиеся сосуды между детьми и родителями сейчас очень сильно это есть целая система психологии которая называется семейной расстановки был какой-то человек звали его хеллингер и он вот он очень много на эту тему говорил и в принципе есть есть целая теория что передается из поколения в поколение какие-то проблемы передаются какие-то нерешенные вопросы передаются и так далее но значит тора она учит нас следующему что каждый год каждый год в емкий пур есть такой вот был как раз несколько дней назад в емкий пур все обнуляется и самое важное не то что было то что было оно было да сплыла тора нам говорит что самое важное это то куда ты идешь что ты делаешь сейчас и куда ты идешь какая твоя цель какое свое намерение и дальше как раз об этом будет давайте еще раз следующий отрывок пройдем значит шестнадцатый отрывок продолжается и та же тема и 16 отрывок продолжает пятнадцатый в это лоз на и леса и и будут ликовать это еще более большая степень радости родителей да и он говорит в это лоз на теле это и будут радоваться мои почте там в общем все внутренности мои внутренности бдбр сватеха мишарим когда твои уже уста будут говорить правильные вещи это очень интересно что бывает вот что может отец передать ребенку аксиомы божественной мудрости это добро это зло кровать надо застилать то есть это не те аксиомы да надо заниматься спортом но есть еще такая вещь как глубокое понимание какой момент в какой момент можно проверить или человек понимает то что ему рассказали или не понимает в момент когда его просишь повторить вот например я проверял на тренингах очень много спрашиваю кто читал книгу 7 навыков высокоэффективных людей пол зала поднимают руки я говорю а кто может повторить и назвать эти 7 навыков ни одной руки то есть когда ты слушаешь и ты понимаешь это еще не значит что знание стало твоим даже если ты его запомнишь это уже вторая степень до когда ты запомнил то что ты услышал это еще не значит что ты этим знанием умеешь пользоваться только если ты можешь объяснить другому человеку объяснить разложить по полочкам какую-то идею в этот момент ты знаешь и также отмечает комментатор очень важную вещь что что когда говорится бедабер сватеха мейшарим когда будут уста твои говорить прямые вещи вот правильные вещи то это значит что у человека включилась уже то что называется бина бина это причина следственной связи то есть как работает голова мы знаем есть некие аксиомы это некие правила которые люди откуда-то берут их убеждения вот они берут эти свои правила и мы изучаем тором то есть я хочу и царь соломон и вообще путь торы это то чтобы маша раббейну моисей получил от бога тору и вторе бог указал полностью все аксиомы как и что называется добром когда что называется злом какие заповеди есть какие запреты есть и так далее это тора теперь а это называется хохма и когда отец воспитывает сына он ему хочет дать аксиомы и когда сын эти аксиомы он их запомнил то что было пятнадцатом отрывке и он начинает управлять своей жизнью по этим аксиома это отец радуется 16 отрывок но если сын он настолько разобрался в этих аксиомах что он уже может их объяснять у него работают причинно-следственные связи то есть у него есть бина он понимает в какой момент так надо делать в какой так надо делать то есть он уже начал этим знанием действительно глубоко пользоваться тогда написано 16 отрывок в колозна телетай тогда будут ликовать моим внутренности это высшая форма радости для отца что сын не только получил тору запомнил но он еще можете обучать передавать это высшая степень степень постижения до теперь 17 отрывок 17 отрывок тоже царь сам он дает очень очень сильный совет он дает всем нам то есть это просто невероятный совет который если его услышать и использовать он полностью может ну невероятно улучшить жизнь значит говорит царь сам он 17 отрывки 23 главы мишли али канели беха бехатаим он как бы сыну подростку продолжает объяснять и говорит пусть не завидует сердце твое грешникам ки имбэйрата шэм коль айом а только завидует твое сердце трепету перед богом весь день значит сердце человека это его эмоциональная сфера и она управляется одним словом хочу хочу не хочу то есть это как бы главное главные двигатели того что называется сердце подсознания и вот человек значит он на сердце своем хочу не хочу нравится не нравится но откуда он знает что он хочет что не хочет значит на сегодня на сегодня в мире два миллиарда человек за зарегистрированы в фейсбуке примерно миллиард человек в инстаграме и миллиард человек тиктоке или полтора миллиарда очень миллиарды людей они смотрят на мир сквозь экран своего телефона как мы сейчас делаем сквозь экран телефона или сквозь экран компьютера и как устроен мозг глаза видят сердце хочет руки ноги делают или если человек ленивый то руки ноги не делают и царь остальные все увидел захотел начал делать увидел захотел начал делать теперь говорит царь сам он еще в каэлите он сказал в экклезиасте мы уже учили раньше он там сказал что даже самые лучшие дела в мире делаются из зависти человека перед ближним что имеется ввиду дети играют в песочнице они еще маленькие они даже ходить не могут они ползают но они все время тянутся к игрушкам друг друга то есть у одного из игрушка ребенок хочет забрать один начинает что-то делать второй начинает повторять то есть так устроен человек что он постигает мир через увидел захотел сделал и когда у другого есть что-то что я не имею вот здесь у человека включается зависть и выключить зависть нельзя разница только в то кому ты завидуешь и говорит нам царь сам он семнадцатом отрывке али канели бека бехата им пусть не завидует сердце твое грешника когда в в сми или в соцсетях разные люди которые вообще отключены от бога какие-то там непонятные вообще есть ну просто такие есть персонажи которых сейчас продвигают сми или даже в соцсетях ты всегда вызывала у людей интерес вызывала уродство знаете был еще целый цирк вот этот вот был барнума цирк барнума да они собирали уродцев в разных там ну в сиамсе близне ну разных вот всех не неадекватов и значит люди ходили и смотрели на вот этих всех вот чудеса природы вот тоже самое сейчас используют сми и соцсети то есть в основном внимание привлекают вот эти чудеса природы полные неадекваты но когда подросток он же не понимает он видит а вот этот вот неадекват у него 5 миллионов подписчиков у него красивая машина у него популярность его приглашают на передачу пусть говорят а это тоже непонятно и значит и подросток у него он увидел он захотел а у него голова на ар подросток у него голова она как бы расшатанная но что интересно последнее время у всех голова расшатанная то есть если раньше люди были такие сидел на природе медитировал слушал птичку час очень человек сидит час слушает птичку а ему некуда спешить потому что он с утра поле вспахал и у него целый день у него одна у него деревянный пол в избе одна комната одна печка дрова уже наколол на зиму все его человек сидит он час может сосредоточенно слушать птичку он наблюдает за собой то есть люди были все время раньше в такой полу медитации сейчас люди в вот в таком постоянно как нервном тике потому что каждые три секунды меняется картинка новости когда включают это раньше так объявляли о войне сейчас каждые 10 минут когда включаются в по радио например сводка новостей то такое ощущение что все сейчас фронт борьба война идет полностью такое страхи вообще просто голову ломает теперь говорит нам царь самому пусть не завидуют твое сердце грешникам то есть убери вообще их со своего со своего экрана то есть я например сейчас перестал смотреть чужие соцсети вообще у тебя решил для себя я буду писать я буду отвечать на комментарии буду никого смотреть не буду вообще вот просто есть у меня мой канал соцсети я хочу помогать людям хочу обучать хочу общаться с аудиторией все смотреть на на цирк барном а я не хочу теперь значит но кому-то завидовать надо то есть человек не может он устроен так ему обязательно нужно кому-то завидовать и к чему-то стремится и вот здесь вот здесь сказал нам царь сам он завидовать надо не людям а качество то есть он здесь говорит завидовать надо страху перед богом и весь день нужно прицепиться к тому чтобы развивать у себя качество которое является важным то есть не людям надо завидовать завидовать еще раз а качеством представляете и как что такое раташем и раташем это трепет перед богом то есть это соединение с богом это переводят это страх но это слово и рад да но больше похоже на когда ты видишь царя или когда ты видишь как извержение вулкана когда ты видишь солнечное затмение то есть это не страх страх это трепет перед величием и у всех людей великих праведников у людей которые с богом на связи они вот через этот трепет перед богом они соединяются с богом а когда он на контакте с богом то тогда его благословение вылечивает его его там он скажет что-то как я недавно читал как ровы с как зильбер экрана цитика врага мой учитель да он рассказывал что у него был дедушка он был рыбы видно велики там в одном из видов всех городов он был большой праведник и в этом городе один один был еврей который перестал соблюдать заповеди который вообще ну насмехался на торой и он начал брить опасной бритвой а евреи не могут бриться опасной бритвой потому что бог запретил бриться опасной бритвой это не нет этому объяснения вот написано в торе что не притронется бритва именно опасная твоей твоей шеи там кожи шеи так а бреются машинкой чтобы это не бритва опасная бритва нельзя а этот начал брить опасной бритвой и пришел к нему я как раз это читал пришел к нему вот этот вот дедушка ров зильбера ему говорит сынок прям он он очень добрый был мягкий сынок не надо нарушать тору не надо так делать потому что ты сам нарушаешь и к тебе ходят другие евреи бриться и ты их ну то есть нельзя так делать он говорит да вообще мне ж кушать то надо а ему ров зильбера говорит дедушка его он говорит ты знаешь иногда бывает что есть то есть что кушать а кушать уже не можешь и тот продолжал брить бритвой бритвы и вот этой вот опасной и буквально через несколько месяцев у него обнаружили рак желудка и он еда у него была и деньги но есть он не мог и он умер вот поэтому поэтому к слово того кто находится на контакте с богом она имеет силу и завидовать надо качеством это ничего в этом плохого нет когда ты завидуешь какому-то качеству и ты знаешь что ты можешь его приобрести ты можешь приобрести любое качество если ты начинаешь над этим над этим работать каждый день и все вот такие его дела дорогие друзья дочь мы выучили сегодня 33 отрывка 3 отрывка 15 16 17 и поняли что сердце это то что работает через хочу его нужно его нужно сердце свое подчинить божественной мудрости для этого надо отключить сердце от глаза видят сердце хочет чтобы не блуждать влеком и сердцем и глазами и если уже ты хочешь к чему-то прикрепиться то нужно изучать книги биографии великих людей великих праведников людей которые сумели действительно выстроить свою жизнь что потом люди о них вспоминают с добротой тысячелетиями какие у них были качества какие были качества этих людей которых люди любят тысячи тысячи лет сотни лет десятки лет и если уже чему-то завидовать так этим качеством потому что качество может приобрести любой все я желаю всем нам прям благословения чтобы были у вас хорошие качества характера хорошие качества доброта спокойствие мягкость трепет страх перед богом любовь к богу чтобы были у всех нас вот такие вот хорошие качества и через эти качества веселье спокойствие такое знаете в радость от жизни и созидание до качества создавать строить и чтобы бог нам помогал во всех хороших делах все всем хорошего дня пока